Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь предлагаю переместиться к рабочему столу, к терминалу Blueberg, который нам поможет в наших начинаниях. И пока подгружается мой рабочий стол, я напомню, что мы работаем в режиме полного интерактива. Это значит, что в панели инструментов вы можете выбрать вкладочку чат, либо сессию вопроса и ответы и оставлять свои комментарии по ходу нашего утреннего мероприятия. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, я их все вижу и, безусловно, буду на них по ходу пьесы отвечать. Пойдем по моему традиционному сценарию, который я обычно в видеобрифингах представляю. Американские рынки вчера завершили день на мажорной ноте. Индекс S&P 500, NASDAQ и Dow, все они показали довольно приличный рост. Промышленный индикатор вырос почти на процент. Индекс S&P 500 на 0,8%. Высокотехнологичный NASDAQ на 0,6%. Сессия была достаточно неровной. Вчерашние торговые открылись гэпом вверх. Где-то в течение дня к середине рисовали максимумы внутридневные. Потом скатывались к уровням закрытия вчерашнего дня. И ближе к закрытию торговой сессии американские рынки вновь пришли покупатели. И рынки закрылись на хорошей положительной территории. С начала года американский фондовый рынок по индексу Dow Jones вырос на 2,5%. Индекс, ой, вырос, говорю, упал на 2,5%. Dow Jones S&P упал на процент. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 3,5%. Пока динамика с начала года по американскому фондовому рынку отрицательная. За 3,5 месяца, по сути. Развивающиеся рынки чувствовали себя вчера. Не уверена. Мексиканская биржа закрылась ростом на 0,4%. Потерей с начала года в 5% в валюте. И бразильская БОВЕСПА потеряла вчера 0,5%. С начала года уже 7% рынок преврастет. Довольно мощное ралли было у нас по Бразилии совсем недавно. Текущая диспозиция на азиатских площадках следующим образом выглядит. Здесь рынки раскрашены в разные цвета. Если японский Nikkei подрастает на 0,7%, то Гонконг теряет почти 1,5%. Материковый Китай теряет процент. Тайвань с 0,6% растет. Южная Корея 2%, 0,5% теряет. Австралия растет на 0,5%. Ну, собственно, такая динамика разношерстная. Здесь единого мнения нет. В целом, индекс сводный 50 крупнейших азиатских компаний, за исключением японских, теряет 0,7%. То есть динамика такая скорее негативная. Фьючерсы на американские индексы после вчерашнего роста стоят у нулевых отметок. Не меняются с самого открытия без телодвижений. И фьючерсы на британские FTSE 100 тоже самое стоят в нуле с открытия. И пока никакой динамики не демонстрируют. Рынок сырья, напротив, дает сигналы, я бы сказал, позитивные. Если мы посмотрим на динамику нефти Brent. Вчера вечером, после 8 вечера, был достаточно приличный рост по нефти североморской. И с уровня 108 долларов за баррель, где-то с 8 часов, к закрытию нефть прибавила почти 1 доллар, что измеряется, ну да, почти процент 1 доллар, почти процент прибавила нефть американская, европейская вчера. То есть 1866, абсолютное значение, это достаточно много, достаточно высоко. Утром потери по нефти составляют 0,4% в среднем. Промышленные металлы сегодня чувствуют себя не очень уверенно. Медь на комиксе теряет 0,6%, в Шанхае медь теряет тоже 0,4%. Ну, в общем, динамика такая не очень приятная. Золото тоже сегодня снижается, снижает заплатина, снижается серебро. В завершении нашей картины давайте посмотрим ситуацию с валютами развивающихся стран против американского доллара. Здесь мы в целом видим то, что американский доллар сегодня показывает силу против большинства валют развивающихся стран. Российский рубль сегодня теряет, он уже 0,14% против доллара. Если мы посмотрим на динамику... Ну, вот в целом по текущей картине мы видим, что у нас японская иена падает, евро падает, фунт британский, франк, рубль, канадский доллар, австралийский доллар, золото, платина, серебро. Вот сегодня против доллара все вот эти вот активы и валюты падают. То есть доллар сегодня с утра показывает такую некоторую силу. Вот что у нас, наверное, все-таки не есть хороший сигнал для российского рынка. В целом, если подвести вот краткий итог текущей диспозиции на рынке, на глобальном, то я думаю, что все-таки она нейтральная. С одной стороны у нас азиатские рынки чувствуют себя не очень уверенно. С другой стороны, видели вчера оптимизм на Америке, тем не менее фьючерсы стоят у нуля. Валютный рынок тоже такие сигналы дает неоднозначные. Я расценивал внешний фон как нейтральный, даже без, наверное, без позитива и без негатива, просто нейтральный. Поэтому думаю, что открываться будем вблизи уровня вчерашнего закрытия. Каких-то четких сигналов нет. Ну, по российскому рынку понятно, что с обострением ситуации в Украине геополитические риски вновь высоки. И рынок, мне кажется, будет все-таки негативно реагировать на ту ситуацию, которая сейчас вкладывается в Украине. То есть геополитическая составляющая сейчас, безусловно, перевешивает. И думаю, что спроса большого на акции российских компаний пока что ждать не стоит до какого-то улучшения ситуации. Ну, по поводу того, что мы негативно смотрим на рынок, уже, ну, лично я уже говорю с прошлой недели, поэтому тут пока ожидания все оправдываются. Если посмотреть на динамику глобальных рынков через призму индексов MSCI, что мы с вами периодически делаем, то картина следующая. На графике изображены индексы MSCI по развивающимся рынкам. Это фиолетовая линия, зеленая линия – индексы MSCI Russia. Собственно, синий – это европейский индикатор, красный – японский, и белый – это Америка. Вот, что мы здесь... График нормализован по январю 2013 года. То есть, 0% равно... Это 31-е, 12-е, 12-е. Вот, что мы наблюдаем? Ну, понятно, на событиях вокруг Крыма еще вот с 3-го числа, с 3-го марта рынок российский окончательно растерял корреляции с индексом MSCI Emerging Markets. Вот, с середины марта мы наблюдали достаточно мощное ралли по развивающимся рынкам и по России, кстати, тоже. Вот, сейчас притормозился несколько рост по развивающимся рынкам. Это, наверное, сигнал такой не самый хороший, на мой взгляд. Вот, но я думаю, что действительно сейчас развивающиеся рынки возьмут некоторую передышку после того роста, который вот наблюдался с середины марта. А там очень сильно выросла Турция, очень сильно выросла Бразилия, ну и, собственно, и другие развивающиеся рынки. Ну и Россия тоже, в том числе, где-то середины марта мы очень прилично раз показали. Вот, Япония пока чувствует себя не очень уверенно, Европа чувствует себя хорошо, ну, по крайней мере, лучше, чем Америка. Вот, то есть пока что ставка на Европу против Америки, она в этом году срабатывает. Европейский рынок смотрится чуть лучше. Вот, вот такая картина интересная сложилась. Что касается динамики индекса РТС, точнее, фитчерса на индекс РТС, самого ликвидного, самого торгуемого инструмента на российском рынке, то, собственно, здесь картина, по большому счету, за последнее время не кардинальным образом не изменилась. В достаточно узком диапазоне торгуется российский рынок с конца марта. Этот диапазон, как всем прекрасно видно, находится вот в районе, там, 100, ну, грубо говоря, 114 тысяч пунктов снизу и порядка 120-120, там, трех сверху. Вот, и пока вот мы тестируем нижнюю границу. Этого нашего проторгованного диапазона вчера пытались, собственно, прорвать, снять стопы, как говорится, вот ниже этой отметки. Но силы продавцов не оказались столь убедительными, и рынок, собственно, российский оттолкнулся, вот, отметок закрепился выше отметки в 114 тысяч пунктов. Что, собственно, является подтверждением того, что в диапазоне пока будем болтаться, судя по всему. Ну, понятно, что в том случае, если придут какие-то не очень хорошие новости, позитивные по Украине, то наш рынок с легкостью может порвать линию диагональной вот этой поддержки на 114 тысяч пунктов и уехать уже ниже, там, в район 110 тысяч пунктов. Вот, пока что я расцениваю вероятность похода на 110 в ближайшие дни, как, наверное, не самую вероятную. Вот, думаю, что все-таки неделю постараемся закрыть и удержать в вот этом проторгованном нашем канале, который вот сформировался в последние дни. Так что откроемся, думаю, нейтрально, где-то вблизи вчерашнего закрытия, вот, а там дальше динамика, думаю, будет такая вела текущая. Ну, понятно, что надо смотреть на рынок, когда открывается Европа. Как правило, в 12 часов движение начинается, даже чуть-чуть раньше, чем в 12 часов, со стороны нерезидентов, которые, собственно, так или иначе реагируют на ситуацию вокруг Украины. Так, про это мы с вами поговорили, по российскому рынку. Давайте теперь поговорим про экономический календарь, что у нас сегодня нас ждет, на что смотреть надо. Вышла, кстати, благоприятная статистика сегодня утром по Китаю, по объему новых выданных кредитов в юанях. Статистика за март, достаточно хорошая, это неплохо. Вышли данные по золотовалютным резервам Китая, которые составляют на данный момент почти 4 триллиона долларов, колоссальная сумма. Кстати, когда говорят про то, что китайская экономика очень сильно закредитована, там приводят такие очень страшные цифры, там 250% ФВП. Вот, я вам говорю, посмотрите на объем золотовалютных резервов, вы поймете, что эти резервы там слегка перекроют любые, соответственно, долговые проблемы Китая. Так что это вот камень в огород тех, кто кричит, что в Китае все плохо и там все развалится к чертовой матери. Следует обратить сегодня внимание на индексы ЦЭФ, такие опережающие индикаторы выходят они в трех релизах по текущей ситуации, по ожиданиям. Статистика от немецкого института ЦЭФ выйдет сегодня по Германии в 13.00 и по евро. Зоне в целом тоже в 13.00. Хороший опережающий индикатор, рекомендую смотреть. Вечером будет опубликована в 16.30 статистика по индексу Empire State Manufacturing, регион Нью-Йорк, если по-русски говорить, отчитается о деловой активности в промышленности в своем округе. Данные за апрель, данные опережающие, 8 пунктов ожидается. Значение по этому индикатору PMI Manufacturing Empire State, значение выше нуля, говорит о расширении деловой активности. Сегодня также выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Данные за март ждут роста на 1,1% по Америке. Это тоже так в целом неплохо. Что у нас сегодня еще такого важного? Данные по притокам в американские трежерис. Выйдут сегодня данные и данные выйдут статистика, опережающий индикатор по настроениям американских домостроителей. В 18.00 выйдет статистика данные за апрель. 49 пунктов ждут против 47. Хороший опережающий индикатор по состоянию рынка американской недвижимости. Ну, собственно, вот он сфровервал свои топы, вершины где-то в декабре-январе 2013 года. Потом был некоторый откат вниз. Вот. Но, собственно, по этому опережающему индикатору сейчас рынок, недвижимость американский находится на уровне 2006 года. В общем-то, неплохо. Восстановление мы видели с вами в последнее время. Так, что еще? Сегодня в течение дня, возможно, опубликуются данные по индексу промышленного производства России. За март месяц аналитики ждут роста на полпроцента. Вот такой календарь. Если я не ошибаюсь, сегодня стоит ожидать выступления госпожи Елен. В 16.45 глава Центрального банка Соединенных Штатов Америки Федерального резервного системы будет давать открытое, я так понял, какое-то интервью, видеоконференцию по финансовым рынкам. Я думаю, достаточно важное событие. Запишите свой календарь в 16.45 прямое включение госпожи Елен по ситуации, так или иначе, связанной с финансовыми рынками. Также сегодня выступит член ФОМС господин Локхарт в 16.30 и господин Плоссер в 23.00. Все это члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Поэтому, безусловно, требуют некоторого внимания к себе. Ну и я напоминаю, что продолжается сезон корпоративной отчетности в США. Сегодня до открытия торгов в США отчитаются такие компании, всем известные как Coca-Cola, как Johnson & Johnson. После закрытия торгов в США, то есть после 12.00, отчитается компания Intel, отчитается компания Yahoo и компания Charles Schwab. Это всем известные, собственно, компании мультинациональные. Ждем отчетности, будем смотреть. И, собственно, на этом, наверное, буду завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся с вами со мной лично послезавтра. Завтра Андрей Архипов, мой коллега, представит видеобрифинг, на котором расскажет более подробно по ситуации на российском рынке и нашей идеи на российском рынке срочном, спотовом. Всем удачных торгов, будьте аккуратны и до новых встреч. Продолжение следует...